Слава Господу, братья и сестры, за это служение, которое дал нам сегодня Господь. Я обращаю наше внимание на 118-й Псалом. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной. Это будет 118-й Псалом, 32-й стих. Мы будем читать один стих. Давид говорит следующие слова. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Говоря о широте сердца или о его вместительности, я думаю, что мы понимаем, что эта тема затрагивает новозаветные вопросы, которые являются доктриальными вопросами в сфере нашего вероучения, которые мы исповедуем, которые мы признаем, которым мы живем. Когда-то в 50-м Псаломе Давид молился, говорил к Богу, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». То есть желание Божьих людей было еще издревле, таким, чтобы сердце было способным воспринимать божественные истины, держаться божественных истин и исполнять эти истины. И Бог через своего пророка Еремию говорит, что придут дни, когда я заключу с домом Иуды и с домом Иерусалима не такой завет, который я заключил с ихними отцами. В том завете они не прибыли, они нарушили мой завет, и я отверг их. Но вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Иуды и с домом Иерусалима новый завет, и возьму, говорит, у них из плоти, из них сердце каменное, и дам им сердце плотяное. И вложу законы мои внутрь их, и научу их, они будут знать, и каждый будет наученный Богом. Это очень важно, братья мои, сестры, мы говорим о том, чтобы сердце наше было способным. И я думаю, что человек, который дал сегодня основание для нашей проповеди, Давид, это вот человек, который знал Господа, который любил Господа, и чье сердце постоянно стремилось к соблюдению Божьих заповедей. Мы не скажем, что этот человек был абсолютным или совершенным, Библия не говорит об этом. Этого человека были свои ошибки, были свои грехи, были свои спотыкания, были свои падения. Но этот человек, это был человек, который знал Господа. Знаете, одно дело жить и знать Бога теоретически, другое дело знать Бога практически. Давид знал Бога практически. Он не только падал в согрешение, но он и умел подыматься, то есть восстанавливаться, то есть раскаиваться, когда Бог давал ему покаяние, он каялся пред Господом. И это очень важно. И он говорит, Господи, я только тогда потеку путем твоих заповедей, когда ты расширишь мое сердце. Давид понимал, что его сердце, его способности, его возможности очень и очень ограничены. И он не сможет пребывать на пути исполнения Господних заповедей. И апостол Павел эту мысль очень четко понимал. И он говорит во втором послании Коринфянам, в третьей главе, говорит, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Не потому, чтобы мы были способны, чтобы мыслить от себя, но способность наша от Господа. Братья мои и сестры, говоря сегодня о служении вечному Богу, я хочу сказать, что мы сегодня зависимы от Бога. Он дал нам способность служить Господу. Мы часто наблюдаем картину, когда люди выходят сюда наперед, каются, а потом говорят, нету силы, нету силы для служения. Проходит время, а эти люди опять уходят в мир. Иоанн констатирует и говорит, они вышли от нас, потому что они не были наши. Все правильно. Но сущность вопроса заключается в следующем. Иисус говорит в 15 главе Иоанна, если пребудете во мне, если пребудете, то есть наша полная зависимость от Господа, когда Он нам дает способность питаться Его соками, Его могуществом, Его святостью, Его праведностью, тогда мы духовно возрастаем, тогда мы становимся духовно зрелыми и способными служить нашему Господу. Я хотел бы сегодня поговорить о широте нашего сердца, о том, какое должно быть наше сердце в отношении нашего Господа. Когда мы читаем Слово Божие, давайте откроем второе место, Слово Божие, которое мы будем сегодня наблюдать, это будет второе послание Коринфина, шестая глава. Сегодня братья затрагивали серьезные вопросы из нашей жизни. Нам говорилось сегодня о проказе, о том, насколько она властна в жизни человека, в физических факторах. И мы понимаем это в духовном плане, насколько она сильно влияет, то есть греха проказа, когда человек начинает терять свои духовные чувства, свою духовную интуицию и способности в служении Господу. И Павел говорит, чтобы кто не ожесточился, обольстившись грехом. И Библия говорит, что ожесточившийся брат бывает в своей жизни неприступнее укрепленного города. В такой ситуации с таким человеком практически трудно говорить, и я думаю, что в практике братьев, служителей, это имело место, когда ты начинаешь беседовать с таким человеком, говорить и бесполезно что-либо там сделать. Почему? Там ожесточение. Там произошло обольщение грехом. Там проказа греха владела всем сознанием и интеллектом. И человек не способен логически мыслить с позиции вечности. Он просто стал материальным человеком. И второе наше предназначение, о чем сегодня говорил брат, это то, что мы должны быть светом в этом мире. И это да, братья мои и сестры, мы должны. И Иисус Христос там же, в той же главе говорит, не может город, стоящий наверху горы, укрыться, и зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но ставят ее на подсвечнике, чтобы было видно во всем доме. И он там дальше говорит, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, что делали? Проставляли Отца вашего небесного. Братья мои и сестры, но я хочу сказать, даже самые гуманные люди этого мира, как бы они не были интеллектуально развиты, как бы они не были культурно воспитаны в этом мире, но они не способны делать то добро, которое приходит в нашу жизнь посредством излияния силы Святого Духа. Когда Дух Святой возрождает наше естество, и мы становимся новым творением, мы начинаем понимать божественные истины, и мы начинаем действовать в христианской жизни с позиции Бога. Я всегда говорю, что человек, который родился в нашей семье, или который рождается в нашей семье, наши маленькие дети, они возрастают, они еще беспомощны, маленькие, но когда они возрастают, они чем-то становятся похожими на своих родителей. Потом они начинают подражать своим родителям, и уже по самим делам, по навыкам, по практике, по походке, по улыбке, они говорят, это, наверное, того и того человека, сын или дочь. Да, братья мои и сестры, это очень важно. Это является частью нашей проповеди, чтобы мы были похожи на нашего небесного Отца. И апостол Павел, второе постание Коринфянам, говорит, «Уста наши отверстия к вам, Коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». И он говорит, «В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы, и не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». И он дальше говорит, какое соучастие в храма Божия с идолами, у Христа с велиаром, у света с отьмою, у праведности с беззаконием. Есть ли что-либо общее? Я думаю, что Павел говорит это в вопросительной форме, и мы можем сказать утвердительно, что в этих сферах абсолютно никакого взаимоотношения быть не может. Поэтому, братья мои и сестры, мы должны подумать, почему сердце Коринфской церкви, о которой мы уже не раз вспоминали с вами, что это была духовно богатая церковь, в которой были все духовные дарования, она могла бы сегодня хвалиться не только на нашем побережье, наверное, во всей Америке, не так уж много сегодня церквей в мире, которые могут заявить на обладание духовных даров, на проявление духовных даров своей церкви. Не правда ли? То, что мы сегодня имеем пророчество, но мы не имеем изгнания, мы не имеем чудотворения, и других духовых проявлений Духа Святого мы этого не имеем. Мы должны, мы находимся в сфере ревнования, чтобы Господь благословил свою церковь и избрал сосудов, чтобы полнота его благодати была полной в церкви, и чтобы он мог действовать. И в то же время апостол Павел говорит этой церкви, он говорит, что в ваших сердцах тесно. Мы уже как-то говорили с вами о разрушении храма. Там были причины, в этой духовной церкви, там, где произобиловала благодать Христова, там находили вещи отрицательного характера. И в том числе одним из отрицательных характеров мы тогда не трогали этой сферы, но сегодня я хочу затронуть, это была теснота корынского сердца. Там было тесно. Когда апостол Павел приходил в эту церковь, он чувствовал себя неудобно, некомфортно, хотя он говорил о них, как о своих детях. Он не брал с них денег, не пользовался никаким подаянием. Он говорил, что не дети собирают имущество для родителей, а родители для детей. Очень Павел аккуратно, четко поступал в этой церкви в отношении своего служения. И в то же время там было тесно. Там было мучительно, неудобно. И он называет причины, почему тесно. Иногда я думаю, что вы понимаете прекрасно, когда бывает тесно. Когда вы приходите домой и дома может быть вот так вот. Или, допустим, вы попадаете в комнату или в обстоятельства такие, где все завалено, захламено мебелью или другими вещами, и вам негде пройти, повернуться. Я думаю, что мы люди, уже особенно даже уже здесь живущие, мы как-то начинаем привыкать к комфорту, к свободе, к удобствам. Плоть это любит. Она порой даже требует это от нас. Но это было внутреннее состояние. Внутреннее состояние Коринфской церкви. Возможно, они умели так же улыбаться, как улыбаются люди здесь, быть приветливыми. Но я думаю, что каждый из вас испытал, когда вы попадаете в какой-то дом. И вы приходите в дом, и вы сразу чувствуете атмосферу. Даже мнимая любезность, она не может приоткрыть искренность гостеприимства людей, к которым вы пришли. Другая ситуация, вы попадаете в другой дом. Может быть, там уж не так уж красиво накрыл стол, не такую уж мягкую постель, или вам постель, но вы чувствуете искренность и широту этих сердец, которые приняли вас. Правда? Я думаю, что мы испытали это. И это очень важно, когда вы приходите в вопросе гостеприимства и чувствуете взаимоотношения и расположенность к вам. В Коринфян это не было, и там были на то причины. Во-первых, апостол Павел называет эти причины и говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Коринфяне преклонялись под чужое ярмо с неверными. Им это нравилось. Там были выгодные вопросы, там были, там был портовый город, и вы знаете, где кто из вас когда-либо бывал в портовых городах, там коммерческие вопросы и очень другие вопросы процветают, бизнес и тому подобное. Я хочу сегодня сказать, что дьявол как никогда сегодня заинтересован именно в том, чтобы ввести церковь в компромиссные вопросы с этим миром. Павел говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Вы знаете, что собой являет ярмо. Ярмо это когда-то одевали валам, вот, и они шли в одной упряжке, вот, имели одного хозяина и исполняли одну волю, волю своего хозяина, который их погонял рожном сзади. И когда вы стоете под одной ярмо с неверными, у вас получается не два хозяина разных, а только один, который погоняет вас и направляет вас к своей цели. Волк, который уже запражен в ярмо, он не имеет своей воли, он исполняет волю хозяина, который управляет им. Поэтому апостол Павел говорит, Коринфа нам просто, понятно и доступно, не преклоняйтесь под чужое ярмо, чужое ярмо, это не господнее ярмо. Христос говорит, прийти ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, возьмите иго моё или ярмо моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Братья мои сестры, есть очень большая и существенная разница, под чьим ярмом мы находимся и чью волю мы исполняем в нашей жизни. И это будет сказываться на состоянии нашего внутреннего человека, на состоянии нашего сердца. Апостол Павел говорит Коринфянам, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. И он дальше говорит, какое общение праведности с беззаконием, можно ли как-то совместить праведность и беззаконие? Это очень довольно разные вещи, это противоположные полюса. Там, где аморальность, там, где духовная деградация, там, где грех и беззаконие и всякая нечистота, которая заполняет жизнь сегодня людей, то праведность это высокая мораль, это чистота, это святость, это любовь, это согласие, это повиновение Богу. И они противоположны друг другу. Я хочу сказать следующее, чтобы мы сегодня поняли, когда мы пытаемся что-либо подобное проявить в своей жизни, мы становимся духовными неудачниками. Иаков говорит, не может братья одно дерево приносить два разных плода, с одного источника не может течь горькая и сладкая вода, это невозможно, но иногда мы наблюдаем нечто подобное среди христиан. Феномены в природе не имеют места, но в Церкви Божьей это иногда бывает. Когда человек пытается вести праведную жизнь и в то же время полюбливает беззаконие. Братья мои сестры, говоря сегодня о Божьих благословениях, о Божьем помазании в Церкви, мы должны сегодня быть конкретными людьми, или одно, или другое. Мы не можем служить двум господам. Христос сказал ясно, четко и конкретно об этом. И если это у нас есть, в нашем сердце становится тесно. Павел говорит, когда я прохожу к вам, я чувствую у вас тесноту. Почему? Потому что некоторые из вас полюбливают этот мир, полюбливают, им нравится греховная жизнь, им нравится аморальная жизнь, им не становится тесно. Павел это был Божий служитель, который понимал Божью праведность, как может быть никто из людей, потому что Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал, то есть вопросы праведности, вопросы вероучения, что общего света со тьмою. Мы понимаем, когда приходит тьма, свет уходит, и наоборот, когда приходит свет, уходит тьма. Брат сегодня говорил об этом, и мы частично вспоминали, братья мои сестры, если свет, который в тебе тьма, если свет, который в тебе тьма, то как в вашей тьме. Мы должны сегодня проанализировать нашу жизнь. Люди смотрят, и нам в последнее время говорят люди о том, что люди американского континента смотрят на нас, проехавших из бывших стран Советского Союза с СНГ, и как мы ведем образ жизни, как мы одеваемся, как наши поступки, как наши дела, какой уровень нашей культуры, какое воспитание наших детей, все это сегодня проявляется в этом мире. И я хотел бы, братья мои и сестры, так сказать, просто не лицемеря, и может быть нельзя никому, в том числе и себе, о том, чтобы мы серьезно посмотрели сегодня в нашу жизнь. Не так уж много света у нас сегодня Господнего, который мы могли бы предложить этим людям, которые бредут во мраке греха и беззакония. Я хотел бы, чтобы сегодня этот свет все больше и больше возгорался, чтобы этот свет проявлялся. И я хочу сказать, как сказал пророк Иеремия в 4 главе, это плач Иеремии, там в первых стихах он говорит, как потускнело золото. Золото имеет блеск, имеет свою цену, но плач Иеремии, там говорит, он оплакает, как потускнело золото, и камни святилища раскиданы по перехресткам. Все, все это величие Божьего народа, оно было в упадке, в деградации. Братья, мои сестры, когда я прихожу в пятницу на собрание, я не говорю всем, чтобы похвалить себя, но я хочу сегодня сказать всем, почему у нас в пятницу нету молитвы, почему в пятницу приходит только 35 человек, вместо того, когда мы говорим, что у нас 700 членов. Я говорю еще раз о том, там, где нету молитвы, там нету церковной жизни, там церковь становится духовно мертвой. Поэтому я еще раз сегодня, вскользь своей проповеди, призываю искренно всех, давайте искать возможности служить Богу. Если мы будем служить Богу попутно, братья, мои сестры, мы попутно с Божьими детьми дойдем до врат вечного царства и будем выброшены вон возьмут нечью. Друг, как ты попал сюда в небрачной одежде? Я думаю, никто не желал бы нечто подобное услышать по отношению себя. Поэтому я призываю сегодня, братья, мои сестры, то, что читаются у нас сегодня посты, там будем молиться за нашу молодежь, поститься. Братья, сестры, мы должны приходить. Мы церковь, мы тело, мы организм. И если мы разбросаны в этом мире, мы бессильны сами по себе. Но сила христианства именно как раз заключается в единстве. И поэтому я приглашаю убедительно вас, чтобы вы приходили в пятницу на служение, чтобы у нас были молитвенные служения. Возможно, это будет нескладное, может быть, непрофессиональное служение, может быть, вы не сразу будете получать то, что вы хотите получать. Но когда мы будем с вами прикладывать усилия в этом вопросе, в этом служении, я верю, Бог будет благоставлять. Бог будет отвечать на наши молитвы. И дальше. Какое согласие между Христом и Велиаром? Может быть, какое там согласие? Я думаю, абсолютно никакого. Но когда люди начинают находить согласия, мирские и неверующие, и Иоанн говорит в этом отношении, что дружба с миром есть вражда против Бога. Это очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, что наши взаимоотношения такие хорошие, нежные, с этим миром абсолютно никакой формы не должно быть. Мы должны любить мир так, как любит Господь. То есть, с позиции Бога для спасения идти туда с проповедью благовестия, рассказывать им о Христе. Но то, что мир... И Иоанн говорит, не любите мир, а не того, что в мире, ибо кто любит мир, в том нет любви очень. Все, что в мире, там похоть плоти, там похоть очей, там гордость житейская, это не удел церкви. Когда человек начинает весь этот мирской хлам принимать в свое естество и впитывать, там становится Христу тесно. Там становится Слову Божьему тесно и неудобно. И Павел говорит, говорю вам, как детям, в равное возмездие распространитесь, расширьтесь, чтобы там было просторно, чтобы Господь мог войти в это сердце. Мы читаем, Псалма говорит, откройте верхи врат и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы. Или какое соучастие верного с неверным? Это та же самая мысль. Братья мои, сестры, у нас ничего не должно быть общего. Какая совместность храма Божия с идолом? Вы храм Божий и Дух Божий живет в вас. Братья мои, сестры, но если в нашей жизни мы имеем каких-то идолов, неважно, кто это, дети, жена, муж, работа, хорошая перспектива, хорошая идея, хорошие вещи в твоем быту, хороший инструмент, что бы это ни было. Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. Мы должны хранить. Почему? Потому что Павел Коринфянам говорит, что эти язычники, они не зная, приносят жертвы идолам. Но он говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении. Почему? Потому что там Павел имел духовное зрение, он видел, что за каждым идолом стоял демон, который представлял происподнюю. И, братья мои, сестры, в этом отношении мы не должны иметь ничего общего с идолом. Берегитесь любого стержания. Это для Америки написано слово, которое есть идолослужение. Братья мои, сестры, я хочу, чтобы мы обратили на это внимание и чтобы мы понимали эту божественную истину. И чтобы мы обращали наше внимание на слово Божие. Какая ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут моим народом. Но если там есть вот этот храм, вот этот весь мусор и все нечистое, может ли пребывать Господь? И Бог говорит через, или вернее Исаия говорит в 6 главе, что в год смерти царя Озии я видел Господа Высокого и Превознесенного и края Рызьего наполняли храм. Это была часть славы Божия и наполняла храм. Храм сегодня является наше сердце, наша жизнь, наша церковь является Божьим храмом. И если мы хотим, чтобы там пребывала слава Божья, то все, что сегодня тяготеет и уменьшает наше сердце, оно должно быть удалено из нашей жизни. Это одна сторона. Вторая сторона узкого сердца, я хочу сказать, Павел говорил Коринфянам, говорю вам, как детям. Он был ихним духовным отцом. Он имел право, он Галатам говорил, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе изобразится в вас Христос. Павел имел право, и он говорит, что у вас много наставников, но мало у вас отцов. Я родил вас словом благовествования во Христе Иисусе. Иоанн пишет, пишу вам, отцы, потому что вы познали безначального. Духовный отец это тот, который соединен с Господом, который является один дух с ним, который способен духовно возрождать новые души посредством мучения, который терпит муки рождения, который способен других научить. И то, что слышал от меня, Павел говорит, Тимофейни, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Это очень важно, братья мои, сестры, быть духовным отцом, это Божий рост, это духовный рост, это Божье проявление благодати в нашей жизни. Он говорит, говорю вам, как своим детям, которых я родил, скорбями, трудностями, холодом, изнурением, разными средствами, которыми я шел к вам, я, говорит, родил вас, распространитесь в равное возмездие. Когда мы смотрим на широту отцовского сердца, она показана в 15 главе Евангелия от Луки, когда этот молодой человек пришел в дом своего отца, растративший все, что было его долей, которую отдал ему отец в свое время, и казалось бы, ну все, теперь ты уже ничего не имеешь, твоей спадщины и твоей части нету. Но не так говорило отцовское сердце. И этот разум, который отрезвился в свое время там на полях у свиных корыт, он понимал правильно свое положение, он правильно раскаялся перед Богом и сказал, что я уже не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число твоих наемников. Но за этим словом наемник там еще скрывался кусочек отцовского хлеба, на который он рассчитывал, что он получит, потому что доля у свиных корыт была очень скудной. И он понимал, и вот это смирение тронуло отцовское сердце, и он говорит на своих слух, что вы стоите праздно, принесите лучшую одежду, обувь на ноги и перстень на руку. Это широта отцовского сердца. Оно любит, оно готово принять, оно готово простить, оно готово благословить. Но когда возвратился старший сын и услышал, и спросил, и узнал, и обиделся, не пришел, слишком узким было сердце, слишком маленьким было это сердце, оно не способно было вместить своего брата. Братья мои, сёстры, я хотел бы, чтобы вот в такие моменты мы проверяли свое сердце, насколько оно способно, насколько оно широко, не узко ли нашему Господу в нашем сердце, потому что если мы имеем определенные ограниченности, определенные комплексы или какие-то субъективные понимания, и Бог не может проявить своей благодать, и не может явить свою славу, и мы иногда уподобляемся до этого старшего брата, который говорит, я столько лет тебе служу, ничего не нарушил, ничего не изменил в твоей жизни, ты никогда не дал. Да, христианство подобно сегодня на этого человека, но у нас есть сегодня, братья мои, сёстры, возможность быть с широким сердцем, сердцем, которое способно Давид молился, говорил, Господи, я потеку путем твоих заповедей, когда ты расширишь сердце мое. Заканчивая пятую главу Евангелия от Матфея, Иисус Христос говорит, и так будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. В чём же выражается совершенство Отца Небесного? Давайте мы возвратимся к 44 стиху, где Христос говорит в Нагорной проповеди такие слова, а я говорю вам, вы слышали, что сказано древним, закон говорил древним через пророков, через Моисея, который был дал рукою посредника, он говорил древним, А Христос говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Говоря сегодня об этой теме, братья мои и сёстры, я хочу сказать о том, что узость или величина нашего сердца зависит от того, насколько мы исполнены Божьей любовью в нашей жизни. я думаю о том, что это действительно имеет место в нашей жизни, почему, потому что Писание говорит, что по причине умножения беззакония во многих что произойдет, братья и сёстры, охладеет любовь, и многие, может быть, скажут мне, хорошо, ты говоришь, а ты знаешь, сколько отправляются контейнеров, а сколько мы делаем в месяц пожертвований, да, я знаю. братья и сёстры, но когда я читаю послание к Ефесской церкви, ты трудился для имени моего и не изнемогал, ты ненавидел дела Николаитов, которые я ненавижу, это была прекраснейшая характеристика, я знаю, если бы в Ютике была такая характеристика, мы бы хвалились таким положением, но там был один недостаток, но имею против тебя то, что ты оставил первую твою любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, слово русское не так выражает, как греческое, точно в оригинале, не спал, это означает, что он был на духовной высоте и он упал низко, вниз, и Христос говорит, вспомни, откуда ты упал, с какой высоты, и покайся, и твори прежние дела. Братья и сёстры, любить брата, это то, о чём призывает нас Писание, но я хочу сказать, что любовь, которая любит не только брата, а врага, это любовь намного выше. И я думаю, что мы прекрасно все с вами помним Иосифа, которого братья продали в Египет, и так позорно, постыдно продали за определённые деньги. Я думаю, что там не столько было вопрос в деньгах, сколько был вопрос в зависти. Им уже надоел этот человек, который постоянно замечал их недостатки, который постоянно говорил отцу, они и то делают, и то он тебя не слушает, и там нарушают твою волю. И отец им говорил, а он же им надоел. Куда его? В рабство, в Египет продать. И приходит время, я сокращаю, у нас не так уж много времени, когда эти люди стоят в нужде, в проблеме и в зависимости. А тот, который был унижен и оскорблён, стоит при власти, при силе и при могуществе. Братья мои, сёстры, я не знаю, я думаю, если бы я был человеком неверующим вместо Иосифа, возможно, я сказал бы им, знаете, что, братцы, восторжествовала справедливость, наконец-то я могу с вами посчитаться. Но не так сказало широкое сердце, которое Бог, написано, Слово Божье испытало его и приготовило его. Он был способным человеком, которого Бог мог бы употреблять в своём служении, в своих целях. Братья мои, сёстры, он прощает, он благословляет, он за всеми трудностями и скорбями своей жизни видит Божий перст и видит Божью волю. Братья мои, сёстры, когда мы читаем Слово Божие, когда полки сирийские пришли в Самарию и для того, чтобы вести войну, и там был Божий пророк, и мы читаем Слово Божие, Елисей возвал Господь и говорит, Господи, порази их слепотою. Эти полки пришли для того, чтобы завоевать Самарию, но Елисей помолился, там был Божий пророк, и когда они вошли в Средину Самарии, представьте себе, слепой человек их ведут, они уже не имеют ориентирования, не имеют понятия, никаких профессиональных навыков, как это есть у слепых, которые от рождения слепые, они пользуются интуицией, чувствами, навыками, у них этого всего не было, они просто мгновенно ослепли, Бог поразил их слепотою, и приходят в Самарии, и Елисей говорит, Господи, пусть откроются их, не открой их глаза, они открываются, они среди Самарии, вокруг стоят израильские войска, люди готовые, еще мгновение царь израильский говорит, Отец мой, не ударить ли мечом? Братья мои, сестры, я хочу сказать, чтобы мы посмотрели на разницу человека, который судит вещи с Божьей позиции, и который судит вещи с плотской позиции, царь судил по плотскому, это была возможность отомстить и наказать эти войска, но не так мыслил Божий пророк, вот, потому что Елисей это был человек, который стоял в Совете Божьем, написано, что пророки, не все пророки, но Божьи пророки помазанные, они стояли в Божьем Пророке в Совете, и Елисей был одним из таких пророков, который стоял в Божьем Совете, он говорит, накорми их хлебом, и напой их братья мои сёстры, и когда Писание говорит, это произошло, то Библия говорит, никогда эти больше полщища не ходили в землю Израилю, любите врагов ваших, братья мои сёстры, я хочу сказать о том, что это учение Дух, новозаветнего учения, чтобы мы сегодня были подобны нашему Господу, любите врагов ваших, и дальше он говорит, благоставляйте проклинающих вас, человек, который нарушал закон, он автоматически попадал под проклятие, и когда Павел был человеком живущий и по правде законной и непорочной, он был представителем закона, но когда он склонился к называемой ереси, вот, когда он говорит о деянии святых апостолов, то, что они называют ереси, я действительно в том тебе признаюсь, что по учению, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанным, то есть нарушая закон со стороны взгляда фарисеев, этот человек попадал под проклятие, когда мы читаем второе послание Коринфянам 11 главу, там после 20 стиха Павел пересчитывает все трудности, которые имели место в его жизни, он говорит, что был под ударами в палках, в темницах, побивали его камнями, то есть этот человек был под проклятием, проклятие закона и всего Израиля легло на этого человека, его преследовали, его же братья, он говорит, я тут был воспитан в Иерусалиме у нога, Малиила, а они говорят, уничтожь такого с лица земли, когда он сказал, что он проповедует Иисуса, братья мои, сестры, но когда мы читаем 9 главу, 10 главу, вот, то мы римлянам, то Павел говорит, что свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом и непредставленная скорбь и мучение в моем сердце, он говорит, я желал бы сам быть отлученных от Христа ради братьев моих по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и все прочее. Представьте себе это сердце этого человека, которого проклинали, которого сдостовили евреи и понимая божественную истину, послушайте внимательно, Библия не так уж богата на таких людей, которые способны были бы ради кого-то отлучиться или потерять жизнь вечную, их было всего два. Моисей, который в момент Божьего Гнева сказал, если не так, то и злать и мое имя из Поднебесной, из книги вечной жизни. И Бог посчитался с этим человеком. Второй человек это Павел, который сказал, я желал бы быть отлученным от Христа, ведь он знал, что такое вечность, он понимал, он видел сквозь тусклое стекло, гадательно, он это видел, он был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова, он все это знал и в это же время говорит, что я желал бы быть отлученным от Христа ради братьев моих по плоти. братья мои сестры, способно ли наше сердце? Готовы ли мы, есть ли у нас в сердце нашем такая широта любви за наших братьев, за наших сестер, за тех, которых мы считаем своими членами дорогими, или быть может быть наоборот, кому-то мы не симпатизируем, кто-то нам не нравится, совсем не можем вместить его, потому что у него такие понятия, у него такие взгляды, а он так это делает, а мне это все не нравится, я хотел бы, чтобы было вот так, вот так и вот так. Братья мои сестры, но сердце отца, оно вмещает всех детей в самой большой семье, сердце Бога, оно любит всех, оно принимает всех, оно благословляет, и Павел говорит, в равное возмездие, говорю, как детям распространитесь, и вы, творите добро ненавидящим вас, когда вас ненавидят. Вы помните, когда Саул, который гонялся, как Давид позже выразился, что такое раб твой, мертвый пес, за которым ты гоняешься. Да, но Саулу было завидно, потому что в Израиле пропели ему всего тысячи, а Давиду десятки тысяч. Слава была на стороне Давида, и когда этот человек, по словам Овесы, когда Бог придавал его в руки, они сидели там в пещере, и вот тот пришел для определенной нужды, и тот взял, дерзнул край одежды, отрезать, и когда тот уже ушел на расстояние, он вышел с пещеры и кричит, отец мой, посмотри на край одежды, твой той посмотрел, и дошло до сознания, дошло до сознания, куска одежды нету, значит, имел возможность и право убить меня, и начал плакать, и он говорит, сын мой Давид, кто нашел врага своего, отпустил бы в добрый путь, братья мои, сестры, когда мы смотрим на этого человека, на Давида, Писание говорит, что в Вифлееме, Самуилу Бог говорит, я нашел человека по сердцу, вы понимаете, то есть, сердце Давида соответствовало сердцу Господа, он был молодым, он был неопытным, но его сердце было подобным Господу, ему это сердце Господу нравилось, это было любящее сердце, и он правильно понимал вопросы жизни, и когда мы видим эту ситуацию, вот, то он благоставил Саула, и во второй раз, когда Овеса говорил, что вот это тот момент Господь говорил, и знаете, когда вот случаются в нас в жизни какие-то моменты или в жизни наших братьев какое-то недоброжелательное проявление, и мы говорим, точно было пророчество, так было сказано, и так Господь поступил, так ему наказал, и так ему надо, и когда Овеса сказал вот этот тот момент Господь, о котором говорил, что предаст врага твоего в руку твою, он говорит, не подниму помазанники, руки на помазанника Господня, братья мои, сестры, почему? Потому что этот человек был совершенным, это был любящий человек, который имел любящее сердце, и дальше Христос говорит, молитесь за обижающих и гонящих вас, гнали Павла, я уже говорил об этом, и он говорит в 10 главе, молитва моя об Израиле во спасение, он постоянно молился за Израиль, а Стефан, которого побивали камнями, разве он не молился? А Христос, который был распятый, разве это не пример для нас, братья мои и сестры, он молился? И я думаю, что сегодня, когда мы живем, мы живем, я хочу сказать, что это для нас должны быть духовные ориентиры в нашей жизни, и Христос говорит, итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный, и он говорит, что поставил на дело служения для устройства церкви одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями, доколе не придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это очень важно, братья мои и сестры, чтобы нам быть подобными образу его. И Павел говорит коринфянам, мы же все открытым лицом, взирая на славу Божию, как в зеркале, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Могут ли о нас сегодня люди сказать, что мы являемся детьми небесного Отца? Есть ли в нашей жизни, в наших характерах, в наших поступках какие-то черты характера или поступков, которые соответствовали бы Богу? Часто говорят, на моего сына он похож на своего отца. Скажут ли о нас так, как говорят о моем сыне или о ваших сыновьях и дочерях, что они похожи на своих родителей? Братья мои, сестры, и апостол Павел Колосся нам пишет о том, что нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в новую. Он так дальше говорит, и там дальше он говорит, что более же всего, третья глава, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Братья мои, сестры, это очень важно в нашей жизни, чтобы наше сердце, наш разум были наполнены Божьей любовью. Давид молится, он понимал несостоятельность своего сердца, он понимал свою неопытность и свое несовершенство, он говорит, я потеку путем твоих заповедей, когда ты расширишь мое сердце. Братья мои, сестры, один проповедник был красноречивый, знаменитый, популярный, и однажды после его служения к нему подошла девочка лет 11-12, и она сказала, сэр, вы очень прекрасный проповедник, но у вас есть один недостаток, в ваших проповедях не принимает участие Дух Святой. И он говорит, я долгое время в постах и в молитвах нуждался об этом, я говорил, Господи, если ты считаешь меня твоим сосудом, наполни меня твоей силой, твоей славой, твоей любовью. Однажды, он говорит, я сидел в ресторане за обедом, и я почувствовал Божье присутствие, и вдруг мощный поток сил и Святого Духа начал сходить на меня. И говорит, я почувствовал обилие Божьей благодати и славы, и в это время я не сориентировался и прокричал, и говорит, Господи, останови силу Твою, потому что лопнет сосуд Твой. И все прекратилось. И когда я выходил с ресторана, Дух Святой, говорит, сказал мне, твоя молитва была неправильной. Ты должен был молиться, чтобы я расширил твой сосуд и еще больше наполнил своей славой. Потеку путем Твоих заповедей, когда Ты расширишь сердце мое. Братья и сестры, я хотел бы сегодня призвать нас всех к молитве о том, чтобы наше сердце было широким, чтобы там обитала слава Божия, чтобы там было Божие благословение, чтобы мы любили не только любящих нас, но проклинающих, злословящих, гонящих, ненавидящих, чтобы там было богатство, излитое Духом Святым, Божья любовь, которая могла бы реализовать себя через нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok